Вы тоже в кадре ездите, да? Правильно. К сожалению, да. Беседа. К сожалению, да. Это хорошо, нет, это хорошо, что когда беседуешь, легче. Как правильно просить Бога о помощи? Как ребенок. Правильно, вот тебе конфетка. По-моему, Господь так не работает. Ну, что значит, ты мне, я тебе, так не бывает. Молитва, это значит ее цель, стать вместе с Богом, любой молитвой. Все равно будет так, как будет, понимаете? Иначе мы говорим. Молись, это гарантированно даст результат. Нет, ну так, и ты друг другу, это же неверно. А зачем тогда было молиться, если мы знаем, что в любом случае будет по воле Бога? Для Бога наши молитвы не нужны. Он прекрасно без них обойдется. Тетя Александр, мы сейчас перед тем, как включили камеры, помолились. Да. Зачем? Ну, положено так. Ну, ну, это не ответ. Мы какую-то цель ведь преследовали, да? Да, это я, конечно, шучу, хотя все это положено. Но почему положено? Потому что мы помолились Духу Святому, прочитали молитву Церкви Небесной. Для того, чтобы благодать Духу Святого нам как-то вот нас разумило сказать нашим дорогим зрителям, слушателям, что-то такое, что вот соответствовало бы Божественной истине. В конечном итоге, для того, чтобы вот эта вот 30-минутная программа получилась на славу. Ну да, во славу Божьей. Да, шо. Она получится во славу Божьей? Ох, это зависит... Мы же помолились. Да, это все-таки зависит от нас. Потому что прочитать просто текст молитвы, это мало. Так. Надо, чтобы наша душа этому тексту соответствовала, настрою нашей души. В принципе, мы с вами молимся как раз для того, чтобы наша душа как-то пришла вот в то состояние, которое нам могла бы принять благодать Духу Святого. То есть мы молились в первую очередь для себя самих, чтобы самим войти в это состояние. Да. Для Бога наши молитвы не нужны. Он прекрасно без них обойдется. Друзья, на этом можно заканчивать программу Тет-а-тет, потому что отец Александр сказал то, что я думал вытащить из него под конец разговора, потому что Богу наши молитвы не нужны, они нужны нам самим. Я-то к вам пришел именно с этой парадоксальной мыслью, с этим утверждением, да, что я хотел избежать слова психотерапия, да, но по сути в каком-то смысле в узком, друзья, в узком, молитва это такая акт психотерапии, нацеленный на то, чтобы самому войти в какое-то правильное состояние. Ну, на самом деле это и так, и не так. Потому что психотерапия это все-таки, что я сам с собой, а здесь я с Богом. Вот это принципиальное отличие молитвы от психотерапии. В психотерапии я работаю сам своей душой, или, может быть, работает психоаналитик, там, психолог, может, даже психиатр, там, не знаю, там, мне тоже, наверное, психологи используют, не только таблетки, вот, с моей душой, да, то есть два человека или один человек, там. А там, аутотренинг, да, это один человек со собой, допустим, да, а здесь я обращаюсь к Богу. Вот это принципиальная разница между психологией и молитвой. Но, сейчас я попробую сформулировать очень аккуратно. Но так, как оно будет, оно будет, и мы на это никак повлиять не можем. Ни нашей молитвой, ни даже нашими стараниями, потому что, ну, может случиться все, что угодно. Вы знаете, Бог, поскольку Бог – это личность, как мы знаем, и Бог нас любит, и Бог даровал свободу, то Бог иногда попускает по нашему горячему желанию даже то, что ему не угодно. Непонятно, поэтому я начну, опять же, еще раз сначала. Мне кажется, есть три вида молитвы, условно, а может быть и буквально. Молитва первая – это молитва благодарности. Мы благодарим Бога за то, что мы, где мы, как мы, потому что могло быть иначе, могло быть хуже, могло быть вообще никак. Мы живы – это великий дар Божий, и мы любим и любимы, и слава Богу. Об этом нельзя забывать, об этом нужно говорить, надо благодарить. Молитва вторая – тренировочная. Это молитвенные правила перед едой, перед дорогой, утром, вечером, чтобы натренировать вот ту мышцу в сердце, которая отвечает за богообщение, потому что это очень важно. И молитва третья – это молитва у постели больного ребенка, условно. Когда мы молим, просим, требуем, Господи, помоги, Господи, спаси. Если первая и вторая молитвы, они не подразумевают результат, то третья молитва – результат подразумевает. А результата может не быть. Может быть. Все зависит от воли Бога. И получается, что вот эта молитва-просьба, молитва-мольба, – да, мне это показалось, я это ощутил, не имеет смысла. Потому что, если, не дай Бог, ребенок умирает, мы что понимаем? На то воля Бога. Правильно? Правильно. А зачем тогда было молиться? Если мы знаем, что в любом случае будет по воле Бога. И надо Бога благодарить и до, и во время, и после. Но не просить. Тем временем молитва воспринимается нами, мной часто, как просьба, Господи, помоги, Господи, не оставь. Господи, я сажусь за руль, мне ехать 240 километров, сделай так, чтобы я доехал. Зачем? Знаете, я бы не стал все-таки молитву разделять так строго на три варианта, как вы озвучили. Потому что в любой молитве должна быть славословие благодарность Богу. Даже вот это согласие заранее на его решение, это уже подразумевает, что, Господи, слава тебе, ты сделаешь так, как хорошо, а не как я думаю. Уже такое внутреннее славословие Бога. То есть признавание, что вот он, слава ему, а не мне. Первое, в любой молитве должна присутствовать. Конечно, есть сугубо славословие, даже Бога служения у нас есть. Но тем не менее, в любой молитве должна присутствовать. Вот этот момент. Явно или неявно, оно очень подспудно. Тренировочная молитва, как вы их обозвали. Знаете, все-таки утренничные молитвы, это не просто тренировка сердца. Хотя это тоже, можно так и сказать, психологически, что ли. Это тоже просьба о чем? О том, чтобы я расстался с греховностью. Любая молитва, фактически утренничные свои просмотреть, это, так сказать, процентов на 80-90, не знаю. Это по конец грехах и просьба, чтобы я с ними расстался. Скорее, настройка себя, как это, скрипку, да, в нужной тональности, по нужному. Понимаете, молитва, это, это, вот я уже говорил сегодня, что сейчас, что это не просто работать с собой, это работать с Богом, всегда. Если молитва настоящая, всегда трудимся вместе. Бог и я. Я с твоей стороны, ну и так, грубо сказать, Бог с твоей стороны. Вот, это вот принципиальная разница, еще раз, между психоанализом и так далее. Вот, то, что Бог всегда присутствует в нормальной молитве. Если молитву воспринимать просто как настройку, это уже не будет настоящая молитва. Поэтому любое утренечение молитвы, это Бога общение, где присутствует и слава слою Богу, что вот, слава Богу, что есть, и я могу к тебе обратиться. И в то же время покаяние в грехах своих. Просьба горячая, расстаться своим грехом. Ну, том или ином, да, там разные грехи. Там гордость, тщеславие, там превозношение и так далее. Вот это, поэтому всегда молитва, это всегда в этом смысле просьба для грешника. Если мы грешник по этому просим. Зачем нужно молиться, если, ну вот в случае, да, с ребенком, умирающим, да, зачем молиться, если он, ну, а все равно... Или перед дорогой, допустим. Ну, ну, или перед дорогой. Ну, вот, вы знаете, для того, чтобы, вот когда мы молимся, мы, как я сказал, фоймс в союз, в завет с Богом, да, реализуем этот завет. И вот если мы не молимся, мы просто не узнаем волю Божьей. Мы ее не почувствуем. Мы начнем проптать. У нас не будет сил принять волю Божью. Если даже вот, даже в такой страшный варианте, как вы ее озвучили. Вот. У нас не будет благодати Божией. Мы не будем вместе с Богом. Молитва, это, значит, ее цель. Стать вместе с Богом. Любой молитвой. Любой вариант. Стать вместе с Богом. Принять то, что случится. А вот и когда я вместе с Богом, и тогда, естественно, раз я с Богом, я Бога чувствую. Я чувствую, что это любовь. Бог есть любовь. Я это чувствую. Это этим проникся. Почему я не проникся? Потому что Бог в меня проник. И мы с Ним вместе. И вот я чувствую, что я с Богом. И раз я... И я принимаю поэтому волю Божью. Как бы она ни была. Даже, может быть, по-человечески такая суровая. Ну, тогда все наши молитвы должны, и, наверное, это так и есть, да, не должны сводиться к тому, что, Господи, дай мне силы принять волю Твою. Ну, на самом деле, это должно всегда присутствовать как Господь. Да, Господи. Там видно чаша сия, когда он как человек молился Ценебесному, будучи Богом человеком. Но будет более не моя, а твоя. Вот это молитва Христа в Десиманском саду перед Росрестом. Это образ нашей молитвы должен быть. Вот. Но, повторяя все наши греховности, вот Христу это было трудно как человеку принять свою смерть, да? Так сказать, ему было, ну, так сказать, страшно, я могу даже сказать, да? Почайчески. А нам тем более. Поэтому нам надо молиться. Вот вы меня немножко опередили. Это очень важный момент, просьба Христа, чтобы Господь увел эту страшную чашу от него. Он был человек, и он... И это то, что я не могу понять. Господь же знает, что это будет. Но он для этого пришел. Он знает с первого мгновения своей земной жизни. И он знает, что этого не изменить. Ну, да, да. Тем не менее, он просит. И вот этого я не могу понять. Но я даже не знаю, с чем сравнить это. Сравнительность нечесть, чем. Ни с чем не сравнить. Ни с чем сравнить, да. То, что мы не боги. Да, да, да. Если бы он был с маленькой буквы. Я не могу понять, зачем он просит. Это, получается, что не поворачивается язык сказать, что это пустая формальность? Нет, это неформальность. По даже тексту Евангелия видно, что неформально. Конечно, это неформально. Это весьма искренне, да. Зачем? Затем, чтобы укрепиться. Понимаете, вот он демонстрирует свою человеческую слабость, даже так сказать, слабость человеческой природы. У него не было грехов на слабости. Но у него была обычная... Ну, природа наша, человеческая, она ограничена. Это Бог абсолютно безграничен, да, во всем, да. У него силы... Все то, что они имели, они просто безграничны. А человек ограничен. А Христос, не надо забывать, был и Бог, и человек, и человеческая природа в нем присутствовала во всей своей полноте. Да? И в том числе и воля была человеческая, присутствовала, да? Личность была божественная, да? Бог. А природа была человеческая, воля была человеческая. Воль эта, она вот, так сказать, скребалась от вот этого страшного, что он предстоял. При том, что надо понимать, что... Вот недавно спросили, «Батюшка, а вот, если вы считаете о святых, они так встречали смерть, легко!» Там, вот, великомученики, там, Георгий, там, ну, и так далее. Прямо легко, прям проповедовали на костре, там, когда их там пилили, там, пытали, прям совершенно, вот, знаете, никакого страха и упрека. А Христос вдруг такую слабость появил. Почему так? Ведь, ну, я с Христос вышел своих последователей, людей. Потому что, вот, в этот момент он встретился со всеми, будучи безгрешным, со всеми последствиями вот этого богооставленности, да, вот. Это трудно, наверное, так арсенально сознать, но вот где-то может так понять, что вот он, как вот говорят, Христов взял на себя наши грехи. А что это практически, как это вот в нем, как в человеке, вот эта тяжесть неимоверная, та, которую одни великомученики Георгий, там, другие великомученики, они не, 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 такие вот тяжести не имели, потому что они были уже пропущены благодати воскресшего Христа. Крещение, причастие, так сказать, ну и по молитве благодать, которая их, так сказать. И он сам говорил, не думайте о чем, когда вас будут арестовывать, ну и там, потом убивать. О чем говорите? Дух Святой будет говорить вашими устами. Христос прямо предупредил своих последователей, что они боялись, что они будут не одни. А вот здесь он, ну как он, он тоже не мог быть один, потому что он Бог-человек, то есть Бог всегда присутствовал. Но все-таки его человеческая природа, она вот оказалась вот в таком очень тяжелом положении. И только то, что он был Бог-человек, она могла это положение вынести. Но все равно демонстрировала свою определенную слабость. Естественно, человеческую, безгрешную, повторяю. Это трудно понять. Трудно понять, да. Но если как-то об этом думать, то это начинаешь в это вживаться. Вот по вашим словам, Христос должен был бы сказать, Господи, мне страшно. Мне очень страшно. Я знаю, что этого не изменить, но я очень сильно переживаю. Из-за грядущего. Но просить изменить это вот в этом нет какой-то логики. Ни одно слово Христа не было произнесено, чтобы в нем не был вложен великий смысл. А здесь как-то вот так получается. А вот здесь демонстрация вот этого чешеской ограниченности, ограниченности чешеской природы, скажем так. И полное, несмотря на вот на этот, так сказать, подавляющую вот эту ситуацию чешескую личность, да, вот, ну не личность, а природа, скорее, потому что личность неблагодарственная, чешескую, так сказать, природу, приемность воли Божьей. Вот это очень важно. И потом тоже, ну так, внешне очень искусительные слова. Боже, Боже, почти ты меня оставил. Ну как Бог, можно сказать? Ну да, ну да. Тем не менее, это тема отдельного разговора. и вот на пике своих страданий, после этого он уже эпатичирует очень скоро, то есть передал, так сказать, уже, так сказать, умер человек. Тем не менее, вот понимаете, вот это трудно понять, но просто это надо понимать, что даже понимать, потому что понимать, что это был человек во всей своей полноте, во всей полноте, чешской природы. А она, ну, так сказать, ограничена. Поэтому, ну вот как раз то, что Христос это прошел, это преодолел как человек, да, по-человечески, да, он все этот путь прошел, он дал нам дерзновение идти за ним, но уже другое дерзновение. Давайте зайдем к этому вопросу немножко с другой стороны. Я просто отмечу, что вот я сейчас задам вам много вопросов, вы мне дадите много ответов, и мне не станет понятно до конца жизни. Но в том случае, что мне понадобится все жизнь, чтобы понять вообще, как это работает. Но благодаря вот вашим ответам я на пару шагов, может быть, смогу приблизиться к пониманию. Давайте нарисуем две картинки. Картинка первая. Мама у постели больного ребенка. Она сделала все, что могла, привлекла лучших врачей, сделала все анализы, ну, в общем, сделала все, что могла. и помолилась с просьбой об исцелении ребенка. И вторая картинка. Мама сделала все, что могла, привлекла лучших врачей, сделала анализы, неусыпно сидит у постели ребенка и не помолилась Богу о здравии своего ребенка. В чем разница? В результате? Нет. А в результате тоже может быть. Мы же знаем, что все равно будет так, как будет, понимаете? Иначе мы говорим. Молись, это гарантированно даст результат. А нет. Ну, так. И то, и другое тоже неверно. Вот я недавно был у врача. Он мне рассказал, а я потом, может, где-то расскажу, как к ее бабушке явился Николай во время войны и сценирую маму. Я сказал, что врач это скальпель в руках Бога. Ну, от врача тоже зависит, как этот скальпель работает. Скальпель, может быть, тупой, может быть, острый. Про это бы распродолжать. Вот, когда я что-то делаю, я буду понимать, что, ну, это зависит от Бога. Значит, я должен Бога просить, чтобы, ну, вот, это все произошло, ну, то есть, чтобы Бог в этом участвовал. Как говорит мой психолог, кому должен, почему должен, откуда берется слово должен. Понимаете, ну, даже, вот, возьмем, формально подойдем. Просите, дастся вам, ищите, обрящите, толците, отвертся вам. Если проси, а приемлю, ищи, обретает. Толкующим отвертся. Это вот, начало от Матфея, который читается, скажем, молебни, нам это, ну, там, если молебен, так сказать, вот такой просительного характера. Вот, сам Господь сказал, что просить. Почему? Потому, что, Бог нас создал свободными. Когда я молюсь, я говорю, Господи, я здесь. Что происходит? То, а то, Господь не в курсе. Да, да, я готов принять твою благодать. Я готов. Почему в этом молитве очень важно? Не просто, Господи, дай мне зарплату. Давай, пожалуйста, сегодня не надо, с понедельника. Господи, дай мне здоровья. Ну, это может сейчас сразу. Не надо откладывать. Такая вещь важная. И так далее. И ничего не получается. Почему? Сейчас, почему, что нету покаяния. Здоровье, мы сейчас о здоровье рассуждаем, это больный ребенок, происходит, как мы знаем, по грехам нашим. Сказать, иди, больше не греши, когда Господь исцелял, там, Иудеев, Евангелие. Он говорит, иди, больше не греши. Вот. Поэтому, болезни, это следствие наших грехов. Простите, перебью, не факт. Иногда болезни, это чтобы явить славу Божию. Это да. Но, знаете, я сам социалисты... это просто так. Нет, просто так что-нибудь будет. Просто так бывает, только может, атеистов. У них там много чего просто так бывает. Что не объясняется, пока наукой, но вот просто так. Вот так оно есть. А у нас всегда имеется следствие-причинной связи. Ладно, я сейчас он вышел, расстроился. у меня вмятина на капоте. Непонятно, откуда взялась. Просто так. Можно искать в этом какой-то духовный смысл. Секундочку. Духовный смысл легко найти. Чтобы проявить, но серебрелюбие, мое спокойствие. Я тоже, вот, вчера машине заводилась. Я ставил ключ, завел, потом, там, мне по телефону было говорить, я выключил, потому что, ну, 35 градусов, что надо гореть. Потом ключ не проворачивается. Все, он, ну, заклинил, и... Не надо было повернуть. Это, я повернул, он только еще щелкнул, он сказал, я понял, и заклинил. Хорошо. Вот. Поэтому, ну, просто старая машина, там уже замок, этот, зажигание, он кидно, и вот пришел его в предел. А мне, я далеко, живу, 6 километров, то есть, я-то прикинул, сейчас 8-10 тысяч доехать. Здесь автосервис, значит, туда-сюда ездить по полудня, 20-15 часа туда-воспал обратно, значит, надо ехать. В общем, в общем, много проблем. Я, значит, начал нервничать, у меня в машине еще там продукт портится, вот, молочные. Ну, я расслабился, взял кафе, прочитал кафе к случайшему, покричал, Елена Борисовна, там, наш, так сказать, кто с работой за ящиком, Лену, помолись, она, Синий Николай Акафист прочитал параллельно, вот, когда я прочитал Акафист, я закрыл его, прямой руч, ключ, машина завелась. До этого я с ней минут 15 боролся, 20-30, не знаю, там, автосервис звонил, знакомый, там, то есть, я пытался сам, потом, когда, вот, и прям, нервничался больше и больше, вот, а потом, когда я понял, что, а что я делаю, я же Богу не помолился, но если Богу, ну, там с сотрудниками, что называется, и она сразу велась, сходу, раз, чук, вот, руль повернулся, ну, как положено, чутите, руль повернулся, потому что вы помолились? 15 минут не поворачивался, помолился, повернулся, может, он и по-другому повернулся, но вот, он почему-то перернулся после молитвы. А почему? Потому что Бог захотел меня испытать. А так все хорошо начиналось, отец Александр, начали же, что это психотерапия для молящегося, и Богу наши молитвы не нужны. Пойди, что ты вот помолился, завелась. Все испортили? Все испортили. Такая концепция была хорошая. Хорошая. Ну, вот, вот, факт, так сказать, и таких случаев я знаю много. Я же говорю, там рак у меня, не у меня там, у моих прихожан проходил. Метастазы рассасывались. Ну, после причастия, конечно. Вот. У меня болезнь прошла после, хронической, после того, как я помолился, на воде святого молитвы, в молебнии выпил святой воды, там чуть-чуть. Потом еду, не болит. Сначала не понял, что это как-то хорошо стало. Потом, не болит. Уже фоновая боль, уже ее не замечаешь. А тут вдруг она исчезла. Я даже не понял, что случилось. Вот. Поэтому, понимаете, то есть молитв... Почему, вот, с одной стороны, мы даже понимаем, что да, воля Божья, и ни о чем молиться так специально не надо. Слава тебе, Господи. да будет воля Твоя. Я приму, какая бы она ни была. какая она ни была. Это правильно. Даже мы всегда в молитве какого Христа. Да будет воля Твоя, не моя. Все. Вот. Но молиться можно для того, чтобы... Почему Бог попускает нам испытания болезни, там машина не завелась, там еще что-то, там мятина, чтобы мы, преодолевая эти искушения, все молитвы преодолевая, наша душа изменялась, а дальше, как поощрение, он нам говорит, молодец, правильно, вот тебе конфетка. По-моему, Господь так не работает. Ну, что значит, ты мне, я тебе, так не бывает. Невозможно, невозможно, как бы управлять Богом. Подожди, Богом нельзя управлять, Бог управляет нами. Конечно. Как воспитатель, великий педагог, супер большой буквы, он нас воспитывает всей нашей жизнью, чтобы все-таки мы, вот эти, ну, там есть явные грехи, там наркомания, пьянство, брун, там еще что-то, да, а есть такие явные грехи, обычно связанные с гордостью. И вот с ними не так просто, как мы знаем, расстаться, и вот здесь Господь нас попускает искушение и нас и поощряет, чтобы сказать, потому что мы внутренне это не чувствуем, вот просто так, знаете, без всего. Знаете, как старте, сел, ушел в молитву на полдня, все раскрылось, как Антуа этой Марии Египетской, какой-нибудь, да, у нас, вот к сожалению, люди вот такие, приземленные, деревянные, машина завелась, слава Господи, ой, как это, как это велика, вот любовь, Бог, если любовь, машина завелась, вот мы такие, примитивные, а вы сразу, знаете, это Антоний Великий, я Антоний Великий. Как в нашем любимом анекдоте с коллегами про мужчину, который искал место на парковке, Господи, Господи, пусть будет место на парковке свободное, Господи, Господи, пусть будет место, а, не надо, Господи, нашел. Да, да, да. Не виноват я в этом, вы сами меня спровоцировали. Конечно же, мы не скажем этого, вот этой несчастной женщины по стилю больного ребенка. В реальности. Господи, простите, пожалуйста, тех, кто сейчас проходит через такие испытания, этот пример просто, но он очень болезненный, мы все через эти испытания проходили, я вот сейчас обращаюсь к нашим зрителям, кому может причинить боль такого рода вопроса. Тем не менее, если, не дай бог, женщина помолилась по стилю больного ребенка, и ребенок все равно уходит. Вы утверждаете, получается, что она недомолилась и успокоение, да, в общем, там где-то недоработала. Не доработала, да, но это же чудовищно. Вы знаете, неизвестно, как. Мы, конечно, посмирением можем говорить, что да, мы по нашим грехам достойно приемлем, как благоразумный разбойник, и, в общем, будем правы. Скажем, что, ну, я сделал все, и Христос бы этого не сделал. Свечку, толстую купил. супер. Три, так сказать, тысячи поработал, так, это бросил там куда-то, в ящик. Вот это мы не можем себе сказать. Это всегда мы знаем, что, ну, по грехам наш достойно приемлем. Кстати, это позиция, который очень, как-то, было, как-то, так сказать, тяжело в жизни, я сказал, как раз, вцерковлялся, очень тяжело. И вот я это молитва молился, грехам сам достойно приемлем. В метро, там, везде шел, молодой инженер, мне это очень помогало. Если такое облегчение внутреннее было, что это было такое вот принятие, да, это скорбь, но она не нужна. Но, вы знаете, у меня у самого была такая ситуация, когда у вас десят ребенок умирал год-два. Нам врачи так раз в три месяца говорили, готовьтесь, ребенок уходит. Да, как-то рассказывал. Я это не теоретически знаю, что это такое, не только для успокоения прихожанок, прихожанок, да. Вот, и матушка, больше не знаю, она, чем я. Мы молились, вот, ребенок сейчас здоров, и мы даже уже не ходим к врачам, так часто, там, раз-три года приходим, показываемся, вот, а так больше и не нужно. Вот. Поэтому, знаете, тут не надо отчаиваться, надо молиться, молиться с покаянием, и очень интересно, дочка мне моя сказала, вот, что, ну, что у нас такой ребенок больной? Он сказал, что фраза, что мы окончательно не озверели. Чтобы явить славу Божию. Да, чтобы окончательно не озверели, а слава Божия, любовь, управлять человеке, вот, субъективно, что мы его любить научились, волю Божию научились щитить, принимать ее, какая она есть. Это тоже любовь. А что у нас была любовь? Нам Бог упустил ребенка, который критически начинает умирать. Была у меня гипотеза, отец Александр, что, сказано же нам, боящийся несовершенен в любви, и если есть в сердце страх, он вытесняет всякую любовь. Молитва-то вот часто не работает, потому что сердце сковано страхом. А здесь страх не должен быть такой вот, знаете, панические атаки, да, такой прям ужас, там прям истерика, там ой-ой-ой-ой. Потому что это действительно, это следствие греха. И к греху обычный приводит. То есть человек это боится, он легко согрешает, там предает кого-то, там еще что-то делает, там, но Бог предает на своем действии, потому что им боится. Вот. Здесь даже быть... Подождите, если человек боится, он предает Бога? Если человек боится, он может предать Бога. Ну, например, сказать, ты верующий, как Петру, Петр, помните? В Евангелии. Да нет, не знаю этого человека. Я раз вижу. Понятно. Мне понравилось вот это утверждение, но выяснилось, что вы имели в виду нечто другое. Мне показалось, что это уже круто. Если человек боится, то внутренне, конечно... То внутренне, он как бы не доверяет Богу, и... Ну, можно и так сказать. Я с вами согласен полностью. Но потом это может вылиться еще в какие-то действия. Не только вот внутреннее такое. Уже начало греха, да, такое внутреннее состояние души, грехов. Но если человек просто боится, как Христос, а это страху не следует, то это не грех. Поэтому нам все склонно бояться. Другие всякие у нас нехорошие помыслы могут быть. Мы их можем преодолеть. Опять же, это молитвы. Еще один нюанс. Возьмем двух человек. Допустим, меня и мою жену. Моя жена в молитве гораздо более талантлива, наверное. Опытна. Дурацкое слово, но тем не менее. У нее реально опыт духовной, церковной жизни в разы больше, чем у меня. Стало быть, ее молитва менее эффектна, но более эффективна. Может быть. А моя менее. Может ли быть такое? Ну, что реально вот у двух человек разная по эффективности молитва. Ну, это может быть так, что мы знаем, что есть святые, старцы, и к ним люди иногда едут не за вопросом, там жениться, не жениться. А просьбой помочь. А просьбой помолиться. Посьбой помолиться, чтобы он помолился, и ребенок исцелился, или там, ну, еще что-то произошло. Вот я вам про врача рассказывал, там же с вами Николай в образе дедушки. У тебя молит дочка, давай излечу. Он говорит, конечно. Дай водички. Дай водички. Он помолился над водичкой. Дал девочке. Девочка выпила, а утром она исцелилась. Вот что, понимаете, иногда вот многие люди мне говорили, когда приходишь к царцу, ну, прием так, грубо говоря, да, к нему подходишь, у тебя вопрос больше нет. У тебя все ясно в жизни. Почему? Потому что человек носитель в благодати Божией. Ну, если он старец, да, святой там. Вот когда ты приходишь в благодати Божией, ну, так сказать, прикасаешься с ней в благодати Божией всем носителем, у тебя там связаны, вопросы сами решаются, потому что вопросы, они от нашего греха, по существу. Я с вами, говорит, ты приходишь, посидел с ним, там вот рядом побыл, даже никаких вопросов не задал. А уже все, все вопросы решены внутренние. И ушел. Сейчас вы рассказывали, я вспомнил, я думаю, что будет неправильно называть этого замечательного священника, довольно известный, но он рассказал о своем опыте молитвы у гроба Господня в Иерусалиме. Причем он был тогда молодой, он ждал рукоположения, а его все не рукополагали, и для него это было очень серьезным испытанием. Ему сказали, вот сформулируй, просто там времени немного у гроба Господня, постоянно люди идут, идут, вот да, вот сформулируй, потренируйся, чтобы быстро свою просьбу сказать у гроба Господня, и вот обязательно исполнится, иди. Он говорит, я вот прямо натренировался, все, и вот оно, вот оно, вот это состояние, которое должно быть у человека. И вот он полнится перед гробом Господнем, прислонился лбом горячим к нему, его как теплой волной сзади накрыло, и он понял, что ни о чем просить не надо, ни о чем просить не надо, все знают, все будет так, как будет это, и самое главное, это будет наилучшим вариантом невозможно. Это он понял, надо было, он уже молился до этого наверняка, он тоже, безусловно, конечно. Он молился, 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 молился о том, что в Господе мы вот, а вот это был уже ответ. Так это были тренировочные молитвы, отец Александр. Вот те самые тренировочные молитвы, он натренировал свою мышцу, потом, когда пришло время молитвы, просьбы, он понял, что не надо просить. Вы современный человек. Ну, а мы все, я тоже современный человек. Мы всегда строим схемы логические. Ну, конечно. Как это в Фортране в свое время. Go to, и пошел на друг оператор. Поэтому у нас требуется такой вопрос, что он просил у Бога. Он просил все время, даже когда не молился, он просил. У него в сердце был вопрос. Иногда он его уже облекал в конкретные молитвословия. То есть уже словами, да. И вот на этот вопрос Господь ему, когда он припал, он же пришел получить ответ. Ответьте. Он пришел сказать просьбу. Это наше рассуждение. Это наше... Он пришел за ответом. Он пришел за ответом. Ответом был даден. Просто раньше просьбу, потому что он и так уже просил. У меня был случай, когда я за девушку ухаживаю, ну, такая была прославная, все, и ну, жениться, не жениться, там, ну, как тут. Вот, мы друг друга. Вот я просто еду домой. Господи, молит не мое. Все. Я вот прихожу, у меня девушка говорит, сашим разные люди, чем встречаемся. Понимаете? А до этого я даже... Это я только уже сказал так. А до этого я и так об этом думал постоянно. Понимаете, молитва это не просто, а не только молитвословие. Молитва это престояние в сердце Богу. Испочитать того же святителя Фиана Затворника, у него как сказано, что у святых, когда они уже достигают высокого уровня в молитве, в богообщении, у них нет уже слов в молитве, они предстоят в сердце Богу. И начинают ходить по воде. Да, ну и потом там, да, стерять, ходить по воде, все остальное. Что-то все, Бог с ними, они предстоят. Молитвословие словесное, это несовершенная форма молитвы для святых, великих или святых. Для нас это... Нам об этом научиться, да? Мы там ниже стоим. А они уже выше прошли этот этап. Понимаете? А здесь, в принципе, то же самое. Вот я спрашиваю Бога, Господи, и мне Бог отвечает. Какой-то мы как-то вашего знакомого батюшка. У нас 60 секунд осталось. У меня есть знакомый, он сейчас без работы. Семью кормить надо, и он молится о том, чтобы у него как-то ситуация разрешилась. Но поскольку ситуация не разрешается, очевидно, он, как и все те мы, да, с ним вот, со всеми, которые стоят вот там внизу со своим духовным опытом, делаем что-то неправильно. На языке Фортрана А, go to be. А, значит, дайте, пожалуйста, максимально простой совет, как правильно просить Бога о помощи. Как ребенок. То есть просто пришелся, господи, ну вот, я понял, что может мне этот этап нужен. У меня был знакомый, очень высокого уровня чиновник, генерал-лейтенант гражданской службы. Он на 4 года потерял работу. Было очень тяжело, он был многодетный папа, но очень тяжело было внутренне, тем более он был всегда очень успешный, так, знаете, карьеру, он стал генерал-лейтенантом в 33 года. с молодым человеком. А потом вот так вот, ну там разные ситуации были. За это время он очень здорово церковился, потому что он сказал, господи, да будет воля твоя. Он сказал, господи, да будет воля твоя. Вот я молюсь, я понимаю, что ну работа нужна, ну как в этом мире жить без работы, да, тем более мужчина, который должен кормить семью. Я знаю, что ты мне ранее и позднее это обязательно дашь. Ну дай мне понять, что мне нужно все изменить, чтобы я жил по-христиански, ну и остальное все тоже было. И когда мне говорят Лидию, батюшка, почему-то Бог молитв не слышит. Я говорю, вы не о том молитесь. Вы молитесь о последствиях, иногда о корне. Вот ты корень загляни туда, начни вот там с этим. Тогда как следствие, тебе Бог все это, все эти зарплаты, здоровье все это даст. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok